Привет, друзья! Тут Маркс Рива. Это мой влог. Ну что, во-первых, для всех, кто не знает, я живу в Риге, в Латвии. И у нас тоже, конечно, у всех паника по поводу этого коронавируса. Поэтому я сижу дома и читаю книги, сделаю новые песни, кушаю, занимаюсь спортом. И все почти сделаю в доме, потому что очень много места закрыты. Кафе, спортклубы и очень много других публичных местах. Сейчас уже будет закрыто. Даже завтра, 17 апреля, будет закрыт Европорт. Никуда не улететь, поэтому вот уже отменял свой концерт в Москве. Не приеду в Москву, но я надеюсь, что жить не станет меньше интересным. Буду показать, какой смузы я каждый день делаю. Понадобится один банан, шпинат, миндальное молоко, чуть тоже в воду. Я, так как веган, уже 4 месяца потребляю веганский протеин. Тогда есть такая хорошая штучка, как спирлина. И еще буду добавить моринго-поудер. Это тоже такая очень полезная вещь. Так что вот все будет поставить тут. И сделать с себя смузи. Так. Так. и 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 ну и сейчас все готово для потребления на здоровье очень вкусно очень полезно сегодня понедельник 16 марта и я дома не сижу я решил погуляться и каждый день стараюсь 10 километров следить но как видите на улице очень мало народа и и да очень много боятся выходить из дома ну ну не то что все боятся где-то выходить просто на улице очень очень мало народа я не знаю где они кто-то 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 за городом кто-то может быть еще работает но на школу никто не сходит как видите спортом тоже очень мало занимается вот сегодня тоже надо покушать и для всех тех кто думает что я веган и что ничего не кушает тогда вот есть тоже веганский бургер так он выглядит я уже веган 4 месяца не кушаем мясо рыбу молочные продукты и яйца поэтому вот потребляю очень много овощей конечно это не все что я кушаю я еще потому что потребляю там пасту рис грешку и все но но самый самый больше всего я потребляю сейчас овощи и фрукты но чувство и отлично ну вот продолжаем рубрику что кушает Маркус и сижу дома конечно в дом сейчас еще по чашу буду готовить вот мой ужин сладкий картофель и брюссельский капуст это будет на мой ужин еще чуть надо заварить это я сделаю где-то 15 минут еще будет авокадо и огурец такой будет мой сегодняшний ужин привет сегодня уже уже вторник 17 марта сходил чуть-чуть еще позаниматься спортом и улица ну и солнце и тут обычно огромная стоянка тут есть большой такой бизнес квартал где очень много офисов и так дальше и тут все просто пустовато ух сейчас я сижу в машину использую пользуюсь каршерингом но тут есть тоже антисептик так что руки почистил сейчас поеду за за продуктами на улице такая весна очень приятная погода так выглядит Рига сегодня вторник время сегодня погода сегодня классная время сейчас двенадцать ну вообще все очень пустовато сейчас заедем в центр посмотрим что там автобусы какие-то едет ну тут обычно много народ много людей но как видно тогда вот кто-то кто-то сходит пешком так в принципе мало мало как будто воскресенье когда никого нет тут наш университет тут наверное саж там тоже клуб где я часто играю и рестораны там есть тоже что мы переехали на студию сейчас будем что-то вместе делать угадайте снимать ой не скрывай покажи 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 нормально да тебе идет а у меня идет такого одежда идешь нет нет мы уже учимся и песни и танцы не 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 Это начало видео. Мы такие думали, раз встанет, типа никто не понял. Да. Мы прокатули вас. Ждите что, ждите новые тик-таки. Ты красива, сива, я теперь новые встанет знаю. Так что все ребята. Так что все сделайте такие тик-таки, как мы сегодня. Сегодня положим. Подписывайтесь на... Меня скажи. На меня. На Маркоса. На всех нас. На Литвиан Систерс. На Лиду Нижнюю. Я не знаю кто-то идет. У нас Литвиан Браузерс. Браузерс и Систерс. А кстати есть Литвиан Браузерс? Да. Есть теперь Литвиан, Герл Литвиан, Литвиан Систерс. Там вообще все. Литвиан бабушка, нет ли? Надо нашей бабушке сделать. Все, я быстро сделаю. Привет, Рига. Все. Все. Классно? Да, вот на улице весна. А девочки, как вообще, что вы думаете про корону? Мы думаем, что нам уже так надоело думать про корону, что уже вообще не хочется о ней думать. Ну да. Главное это, конечно, всем здоровьем. Главное иметь руки. Да, иметь руки и не вдаваться в панику. Хотя, я закупилась, например. На всякий случай. На всякий случай на бумаге. На всякий случай на бумаге. Но, блин, ребята, все будет. А вот и старый город, где обычно очень много народа. А сейчас никого нету. Ни туристов, ни одного человека, кроме только нас. Так вот. Зато классно фильмы снимать. Да, вот тут. Знаешь, что, типа, какой-то реально апокалипсис, если ты снимаешь? Еды на боках нет. Еды нет. Да. Да. Вот. А это торговый центр. Тоже все пусто. Теперь еще зашел покушать. И тоже все пустовато. Никого нету. Тут вот небольшой тур по старому городу. Тут, обычно, очень много людей. Сейчас вообще никого нету. А вот здесь Домский площадь. Латвийский радио. Домский собор. Вот. Обычно тут тоже очень много туристов. Местные люди. Но сейчас, как и весь сам видеть, никого нету. А я сам сидел в доме. Нет, я сейчас помню. Там, кстати, видно наш порт. Стоят два парома, которые едут обычно в Стокгольм, но тоже они без работы и стоит. Ну что ж, я вернулся домой, сделал себе кофе, кусочки с Лаймы Вайкулы. Вот, да, привет, Лайма. И буду кушать орехи и буду сейчас посмотреть, что нового в новостях, потому что сейчас, честно, в сайте новостей я захожу гораздо чаще, чем в Инстаграм и другие соцсети. Так, смотрим, что нового. Да, сегодня я закрыл тоже реческий Европорт, так что почти ни один самолет нигде не летает. Так, смотрим, что еще. Так, 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 так. Очень много, очень много новостей на самом деле по всему миру. Так, 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 в Литве 21 человек зародился с этим мирусом. Да, на данный момент в Латвии зародился 60 человек. В Испании 2000, о боже мой, это очень-очень-очень много. Так, в Латвии тоже не будет так часто ехать автобус между городами. Извините за мой русский. Я все-таки буду еще использовать это время, пока ничего не происходит. Буду учиться тоже русский язык. Я читаю книгу, кстати, вот это я прочитал, это я прочитал, сейчас читаю эту книгу. И поэтому что-то хорошо то, что есть время сейчас заниматься такими делами, которые всегда не было времени, поэтому тоже буду учиться русский язык. Так что надеюсь, что скоро, скоро я буду говорить вообще прекрасно. В Эстонии зародился 225 человек. Это очень-очень много для Эстонии, потому что Эстония не большая страна. Ну, короче, я лучше не буду читать новости, буду читать книги сейчас и посмотреть какой-то хороший фильм. Это очень страшно.